Бывало ли у тебя такое, что приехал отдыхать в страну, например, в Турцию, а уезжать приходится с четвероногим другом? Прибился ли он где на улице и пленил твое сердце, или где-то в приюте увиделся малыш и уйти теперь без него не представляется возможным? Некоторые интересуются, как же вывезти из Турции животное? Сегодня подробно расскажем, как же вывезти любое животное из Турции в Россию. Ты на канале Turkey Space, я Олеся, я Владимир. Поехали! Итак, для ввоза животного в Россию, для содержания в домашних условиях, не требуется его чипировать, что очень удобно. Озвучим тебе несколько шагов, которые необходимо сделать, чтобы вывезти животное из Турции в Россию. Итак, сначала нужно оформить международный ветеринарный паспорт. В нем должны стоять отметки от проведения вакцинации, которые вносит ветеринар в ветеринарные клиники. Лучше всего это делать в государственной клинике. Их в Турции очень много. Просто вбей в гугл государственной клиники, и он выдаст ближайшую к тебе. В паспорте должны быть следующие отметки. Это вакцинация от бешенства у любого животного, которая проводится не позднее, чем за 20 дней до отправки, в случае, если она не делалась в течение 12 месяцев. Допускается ввоз животных, вакцинированных препаратом, дающим защиту от бешенства, на 3 года, при подтверждении ветеринарным врачом, что срок поддержания иммунитета не истек. Если ветеринар не может дать таких гарантий, то придется сдавать анализ крови лабораторным способом, чтобы подтвердить напряженность иммунитета против бешенства. В анализе должны быть цифры не менее 0,5 международных единиц на миллилитр. Если препарат, который использовали в клинике, дает иммунитет на год, то анализ не нужен. Для ввоза животного в РФ подходит любая вакцина от бешенства. Просто проси ту, которая дает иммунитет больше года, либо делай за 20 дней до отправления. Обрати внимание, если везешь котенка или щенка до 3 месяцев, то есть когда вакцину от бешенства ставить рано, то необходим ветеринарный сертификат формы номер 15. Такой сертификат мы приложим в описании, его необходимо скачать и заполнить. Также нужно поставить вакцины против других опасных вирусов. Помимо вакцины от бешенства, должны быть проставлены следующие прививки. Мы сейчас перечислим группы животных и какие должны быть прививки. Лисицам и песцам нужно поставить против чумы плотоядных, Норкам и хорькам против чумы плотоядных, вирусного энтерита и псевдомоноза. Нутриям против пастерелеза. Собакам против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций, аденовирусных инфекций, лептоспироза. Если пес не был вакцинирован прививками, которые ставятся именно в Турции и дают защиту от всех перечисленных вирусов одновременно. То есть бывают такие комбинированные вакцины, которые одним уколом защищают сразу от нескольких вирусов. Кошкам помимо прививки от бешенства, необходима еще и прививка от панлекопения. Кроликам против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни. Следующий шаг. Необходимо пройти осмотры животного в клинике за 14 дней до отправления с отметкой ветеринара в международном ветеринарном паспорте об этом осмотре, что животное здорово и может быть перевезено в другую страну. В случае отсутствия международного паспорта животного или ввоз собак и кошек осуществляется без сопровождения владельцев, например, транспортной компанией, которая этим занимается, тогда в наличии должен быть ветеринарный сертификат формы номер 15. Найдешь его в описании к видео. Ввоз пушных животных и кроликов помимо паспорта должен осуществляться в сопровождении ветеринарного сертификата формы номер 15 в любом случае. Другие домашние животные, например, попугаи, крысы, рептилии, ввозятся в Россию в сопровождении ветеринарного сертификата номер 41. Также приложим его в описании к видео. Для оформления этих сертификатов необходимо обратиться в государственные ветеринарные клиники. Повторюсь, их много в городе, вбивай в гугл и находи ближайшую. Следующий шаг. Необходимо пройти ветеринарный контроль при пересечении границы. Животные должны ввозиться через пункты пропусков, в которых осуществляется ветеринарный контроль. С перечнями таких пунктов, а также режимом их работы, можно ознакомиться на вот этом сайте. Он также будет в описании. Есть случаи, когда понадобится разрешение Росельхознадзора РФ на ввоз животного? Да, они есть. Сейчас мы вам их перечислим. Это когда ты планируешь ввезти в Россию собаки или кошек в количестве более двух. Или если ввоз собаки и кошек осуществляется без сопровождения владельца, то есть какой-то компании, которая осуществляет перевозку. Если перевозятся домашние животные до пяти малышей, можно воспользоваться разрешением Росельхознадзора по форме номер один, который оформляется ежегодно для любого человека на ввоз кошек, собак, мелких домашних животных и декоративных животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов в целях домашнего содержания. Эти разрешения размещены на официальном сайте Россельхознадзора. Сейчас ты увидишь на экране, он же тоже будет в описании. И его необходимо просто скачать и распечатать. Для оформления разрешения официальный сайт Россельхознадзора предлагает воспользоваться автоматизированной системой ARGUS, предварительно ознакомившись с процедурой подключения и инструкцией по порядку оформления этих документов, размещенной у них на сайте. Сайт ты видишь перед собой, а также он будет в описании. Также перед собой ты видишь сам сайт системы ARGUS, в котором необходимо зарегистрироваться. Можно также пройти регистрацию при помощи госуслуг. Этот сайт доступен для работы только гражданам РФ. Рассказанная нами инструкция о ввозе животного в Россию касается также тех, кто не живет в стране и будет возвращаться в Турцию за своим любимцем обратно. Но для них сайт ARGUS не будет доступен. Чтобы вернуться домой из ARGUS, в свою страну, например, в Турцию, просто бери своего друга с паспортом и едь домой, ничего не требуется. Ввоз экзотических и редких животных, если питомец входит в список сайт, требуется разрешение этого органа. Вот здесь на сайте ты найдешь список таких животных. Ну вот и, пожалуй, вся незамысловатая инструкция, как ввезти животное в Россию. Как видишь, ввозить в Россию животное не так сложно, как, например, в другие страны, особенно европейские. Даже в ту же самую Турцию требуется гораздо больше различных деталей соблюсти, особенно выбирать определенного вида прививки и обязательно чипирование, конечно. Россия в этом плане не требовательна. Подписывайся на канал, пиши комментарии, если тебе что-то непонятно, мы на все вопросы ответим. А также ставь пальцы вверх, чтобы как можно больше людей увидело это видео. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. До свидания. Всем пока.